Открылись соревнования по традиции парадам участников. К вольникам с приветственным словом обратились организаторы турнира, а выступление танцевального ансамбля добавило праздничного настроения. Подобные соревнования у нас, к сожалению, по городу не очень часто проводятся, в связи с тем, что это связано с расходной деятельностью. Успех нашего предприятия, ЗАО «СПА-Отель Весна», это благотворительность. Наш председатель совета директоров Татулян Рубин Альбертович ежегодно проводит минимум 6-8 подобных соревнований за счет средств нашего предприятия. В этом году на турнир приехало более 200 участников из шести регионов страны. Помимо Краснотарского края, это и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, и Ставропольский край, Воронежская и Ростовская области. Вольники выступали в двух категориях – с 2000 по 2002 и с 2003 по 2005 годы рождения. Сегодня любого человека, наверное, в Российской Федерации, если спросить, какой город самый спортивный, без затруднений он ответит – это город Сочи. И он спортивный благодаря, конечно, тем людям, которые уделяют огромное внимание спорту. И из этого турнира мы будем получать новых чемпионов Российской Федерации, и мира, мы надеемся, и новых талантов, которые пополнят сборную команду страны. Рубен Татулян является президентом Федерации спортивной борьбы города Сочи с 2000 года. Все это время сочинские спортсмены активно принимают участие в учебно-тренировочных сборах совместно со сборной командой России. Такая совместная работа уже принесла свои результаты. Более 50 сочинских спортсменов – члены сборной Краснодарского края. Еще 20 спортсменов – сборная Южного федерального округа. Мы поддерживаем ребят и ценными призами, и подарками, стимулируем их, естественно, к борьбе. И, безусловно, очень радостно, что у нас в городе есть такие базы, спортивные залы, где ребята полноценно могут себя чувствовать настоящими спортсменами. Турнир тоже не стоит на месте. Уже в будущем году он станет мастерским. А это значит, что победители смогут завоевать не только призы, но и значки мастеров спорта. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.